дорогие друзья на самом деле сегодня произошло просто невероятное буквально час назад меня поднял с постели ленардо влитбаев это баянист группа глумильно по совместительству между прочим дирижер симфонического молодежного оркестра республики башкортостан и говорит слушай хард короче говоря у тебя 15 минут в час время 2 36 2 часа 36 минут и он такой мне 15 минут короче собирайся чё было поедем с тобой на гастроли сначала в челябинск потом в астану но естественно такого предложения просто не мог отказаться но я ему сразу сказал что мы не будем я как бы по минимуму буду снимать его естественно там оркестр выступления по максимуму я буду снимать жизнь музыкантов вне сцены на самом деле я рассчитывал на то что мы будем ночевать в гостинице но оказывается мы будем сегодня ночевать в общежитии челябинской государственной академии культуры и искусства ну посмотрим что там внутри мы сейчас находимся всем оркестром в столовой государственной академии культуры и искусства челябинска я вот заказал себе борщ и рожки шашлык из курицы три куска хлеба пирожное чай и салат все это обошлось 168 рублей 50 копеек мне кажется очень круто да приятного аппетита спасибо за имя мужики как как настроение что ожидаете от концерта от концерта что ожидаете от концерта море удовольствия положительные эмоции веселья и счастья скажи пожалуйста в зале почти аншлаг 28 человек у вас всегда так нет на выступлениях нам вообще говорили что лучше приехать в два часа и дать концерт в два потому что сегодня посвящение студенты и больше всего народу ушло на это мероприятие так как это посвящение это стоит и 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 так все что вы сейчас увидели это был концерт в городе челябинск да я согласен был очень мало людей зал был забит не то что на половину даже на четверть не был заполнен я надеюсь на то что в астане куда мы сейчас двигаемся ребят постепенно собираются и грузится в автобусы я надеюсь на то что именно в астане будет аншлаг и полный зал но собственно мы посмотрим насколько казахи любят симфоническую музыку поехали ну вот наконец то мы доехали до казахстана мы в астане в столице этой замечательной республики город очень мне по крайней мере очень понравился он дышит молодостью очень счастливый радостный молодой город с разной архитектурой очень красивая на самом деле архитектура мне больше всего наверное понравилась именно она за моей спиной находится национальный университет искусств казахстана в зале которого собственно сегодня и выступит наш молодежный симфонический оркестр республики башкортостан я надеюсь что сегодня будет аншлаг и вот сегодня прекрасный вечер мы отыграли концерт точнее отыграл концерт молодежный симфонический оркестр республики башкортостан вместе с ахидой который сегодня является нашим экскурсоводом по машей ручкой уфе передай привет это великолепный город между прочим и собственно что сегодня ждет нас и так сказать представители орхестра вот в эту прекрасную сегодня я хочу показать вам старый город так как мы вчера были на левом берегу в новом городе сейчас хочу показать старый административный центр старый город получается людей чтобы людей особо это не видно ну потому что это левый берег здесь живет элита можно сказать так богатые бизнесмены и поэтому их мало и поэтому их нет их не очень много и они уже в это время дома слушай а в таком прикиде в таком прикиде я как бы не буду выделяться в этом элитном районе меня могут забрать в полицию я не знаю могут честно могут да выборы у вас честные ну вообще по идее нет допустим я когда голосовать ходила мне сказали такой выбор везент зарпляем не проголосил я хочу передать вопрос а у нас выборы честные конечно нет да нет мы скрипачки скрипачки сели скрипачки сели отлично поехали а уууууууу почему я не могу стать потому что ты выбирай Ощущения как? Перед тем, как покинуть эту замечательную республику, столицу Казахстана, Астану, мы все-таки решили посетить такое, ну, я не знаю, какое-то культовое место, торговое место. Это будет базар, это будет рынок астанинский, будем покупать сувениры, уже потом двинемся в Уфу. Ну что ж, вот и закончилось мое путешествие вместе с молодежной сфаническим оркестром Республики Башкортостан. Хочу сказать, что поездка была очень познавательная. Мне на самом деле грустно покидать этот город, поскольку этот город молодой, чистый, красивый, позитивный. Но хочу сказать одно, что вчера позвонила мне одна туристка, путешественница моя знакомая, и сказала, Хар, ты где? Давай поехали в субботу-воскресенье в горы, в Бурзианский район, в Башкирию. Что-то там сидишь в этой Астане. Я поймал себя на мысли, что черт возьми, это круто. На самом деле я живу в великолепной республике, с красивейшими местами, и мне приятно, я с улыбкой возвращаюсь на родину. А пока мы едем, я предлагаю вам посмотреть небольшой отрезок того концерта, который вчера показали ребята в Астане, в Республике Казахстан. Казахстан Казахстан Какие эмоции вызывает выступление наших уфимов, музыкантов? Концерт понравился, он прошел на высоком уровне, особенно понравились барабанщики, которые всякие спецэффекты делали, классно, просто офигенная музыка. Если, допустим, молодежный симфонический оркестр Республики Казахстан приедет снова в Астану, но уже не бесплатно будет выступать, а, предположим, рублей за 500 пойдешь? Да, обязательно пойду. То есть стоит... Да, вы мне сообщите, я приду. Да, естественно, вообще можно заплатить деньги и попасть, да? Минуточку-минуточку, сейчас я интервью беру. Вас хвалят, между прочим, здесь, а вы... Да. То есть стоит... Можно заплатить деньги, не пожалеешь 500 рублей и придешь на концерт. Да, не пожалею 500 рублей и приду на концерт.